Здравствуйте, в эфире новости в студии Евгений Синебок. С начала года в акваториях Югры утонуло 29 человек, в их числе шестеро детей. Причем такая печальная статистика была зафиксирована в округе впервые. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Его провел заместитель губернатора Югры Александр Тиртока. Основными причинами гибели несовершеннолетних стало купание без присмотра взрослых в необорудованных для этого местах. Участники заседания связывают увеличение гибели югорчан на воде с тем, что в округе недостаточно официальных мест для купания. В этом году жители региона могли воспользоваться только десятью пляжами. Еще четыре, которые работали в прошлом году, не были открыты из-за отсутствия финансирования. Кроме того, в летнем сезоне на водных объектах было организовано 39 спасательных постов. Это на 25 меньше, чем в прошлом году. Всего на контроле находилось 100 мест традиционного отдыха югорчан, не предназначенных для купания. Основным квитерием совместной деятельности является предотвращение гибели населения Югры. И пока фиксируется гибель хотя бы одного человека, а в особенности ребенка, оценку удовлетворительно в нашей деятельности давать пока рано. За минувшие сутки в Югре потушили пять лесных пожаров, а обнаружили еще шесть. Потепление работает не на пользу пожарным. В округе вновь по тайге начал распространяться огонь. Сейчас зафиксировано 24 термоточки на площади 425 гектаров. Три лесных пожара локализовано. Огонь тушат 327 человек. Они используют пять единиц техники. Но основная работа идет вручную. Патрулируют и тушат возгорания 13 воздушных судов, 6 самолетов и 7 вертолетов. Огонь в основном распространяется по лесам Березовского, Советского и Октябрьского районов, а также вблизи города Нягань. Пожары в основном возобновились. Это горельники, завалы деревьев, сгоревших. Понятно, что все это трудоемкая работа. То есть сейчас работа лесопожарных на лесных пожарах направлена в основном не на кромки. Работа проводится по распилу деревьев, по окапыванию, по ликвидации вот этих горельников, которые находятся внутри ликвидированных пожаров. И вчера, и сегодня угрозы перехода на населенные пункты мы не прогнозируем. Сегодня жители Ханты-Мансийска вновь проснулись от запаха гари. Напомню, смок и дым были постоянными спутниками югорчан практически во всех населенных пунктах, когда в округе действовал режим ЧС и горело сотня тысяч гектаров леса. Особенно страдали жители Нягани, Октябрьского и Березова. При смене ветра смог то укрывал города, то рассеивался. На неделю югорчане вдохнули чистый воздух полной грудью, и вот опять едкий запах дыма. Это не могло не насторожить. Наблюдается на территории Березовского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Задымление образовалось в результате проведения работ по тушению лесных пожаров путем отжига. В Сургуте дали старт всероссийским соревнованиям и чемпионату страны по самолетному спорту. Сегодня первые спортсмены уже поднялись в воздух для того, чтобы продемонстрировать свое умение управлять монопланом. Участвуют спортсмены на самолетах Як-52. Как начался соревновательный день, расскажет мой коллега Дмитрий Пришвицин. Он выходит напрямую из связи со студией. Дима, тебе слово. Небо на время затихло от полетов, но через считанные минуты самолеты вновь поднимутся в воздух. Пауза обязательная и по двум причинам. Дело в том, что, во-первых, необходимо было дозаправить самолеты, для того, чтобы они могли вновь продолжить свою программу высшего пилотажа. Ну и, во-вторых, для того, чтобы дать официальный старт чемпионату страны по самолетному спорту. Он вот-вот завершился. И сейчас пока есть немного времени, есть небольшая пауза. Можно, наверное, заметить, что любой желающий может подойти, посмотреть вживую за самолетом Як-52, сделать памятную фотографию. И уже отправиться в смотровую зону наблюдать за соревнованиями. Сегодня здесь повышенный интерес, так как сегодня выступают летчики первого класса, среди которых есть не только призеры и победители чемпионатов страны, но а также и мировых первенств. И вот уже половина, наверное, участников выполнила свою программу. Сегодня соревнуются в обязательной программе, куда входит 10 фигур высшего пилотажа. И как раз у нас сейчас есть возможность в этой пересменке уже пообщаться со спортсменами и спросить, как же вообще все проходит. Владимир Ангуладзе со мной сейчас здесь находится рядом с этим прекрасным самолетом. И он приехал в Сургут из Воронежа. Хочется поинтересоваться. Владимир, а как заранее нужно спортсменам приезжать на старты для того, чтобы протестировать и потренироваться на предоставленной организаторами техники? Здравствуйте. Конечно же, лучше приезжать немножко заранее, потому что, тем более, такая возможность была предоставлена заранее потренироваться на самолетах. Потому что это позволяет лучше привыкнуть к самолету, привыкнуть к пилотажной зоне, освоиться, наметить ориентиры и получше почувствовать особенности пилотажа на данном самолете. И, наверное, более успешно выступить. Но в целом, можно сказать, что очень многое, ну, наверное, большая часть, она все равно зависит от мастерства экипажа, от мастерства летчика, от его готовности к выступлению на незнакомом самолете. Потому что, конечно же, все борта, они имеют свои особенности. И чем летчик опытнее, тем проще ему дается освоение и более быстрый процесс влетывания происходит. Сегодня яркое палящее солнце, вдобавок ко всему и порывистый ветер. Это в помощь участнику или это некое препятствие? Ну, конечно, погодные условия, они вносят свои корректировки. Но, тем не менее, на данный момент можно сказать, что погода в целом благоприятная. Конечно, есть плотненький ветерок, который, в принципе, все летчики-спортсмены учитывают при построении фигур пилотажа и стараются удержаться в пилотажной зоне. Но, можно сказать, что в целом все нормально. Да, солнце немножко слепило с утра, но, опять-таки, все в пределах нормы и в пределах допусков было. Спасибо большое, Владимир. Успехов вам и хороших, так сказать, выступлений. Хорошего выступления. Да, за выступлениями как раз-таки пилотов следит судейская бригада, в составе которой 6 человек. И самое интересное, что они находятся не рядом со взлетной полосой. Им предстоит уезжать за полтора километра для того, чтобы, во-первых, удобно было следить за всеми фигурами, которые выполняют здесь пилоты. Ну, и, во-вторых, они могут за время соревновательных программ менять свое местоположение, передвигаясь по периметру квадрата, в котором выступают спортсмены. А он один километр, каждая сторона этого квадрата один километр. Так что они могут менять свое положение в зависимости от солнца. Потому что если судейской бригаде солнце будет светить в глаза, то это будет тоже некое препятствие. Поэтому всегда солнышко находится сзади судей. На этом пока у меня все. Продолжаем держать вас в курсе событий. Передаю слово студии. Это был Дмитрий Пришвицин. Он сегодня работает в Сургуте на чемпионате страны по самолетному спорту. Больше 5000 малышей родилось в Центре охраны материнства и детства с момента его открытия. Юбилейным 5000-м ребенком стала девочка. Вес новорожденная 3 килограмма 450 граммов. Рост 54 сантиметра. Малышка второй ребенок в семье сургутян. Однако в этих стенах счастливыми родителями становятся не только жители самого большого города Югры. Благодаря системе родовых сертификатов сюда приезжают из других регионов. И, конечно же, со всего округа. Особенно, если нужна помощь узких специалистов. По статистике, мальчиков на свет появляется больше. На сегодня, согласно данным, их родилось 2582 мальчика, а девочек 2497. Из общего количества малышей 70 двоен и две тройни. 145 пар предпочли партнерские роды. Центр уже работает в полную силу. Что ни один квадратный метр не пустует. Что здесь ведется активная лечебная работа, профилактическая работа. И что цели, которые поставлены перед перинатальной службой, они благородны. Это улучшение оказания медицинской помощи. Это улучшение показателей младенческой смертности, перинатальной смертности. Что эта цель, в общем-то, должна быть достигнута. И задачи, которые стоят для достижения этой цели, выполняются. Более 75 миллионов рублей в этом году пойдет на льготные лекарства в Югре. Больше половины этих средств из регионального бюджета. В частности, речь идет о югорчанах, перенесших инфаркт или инсульт. После операции они получают нужные препараты в течение двух лет. Основу составляют антиагреганты, статины и бетаблокаторы. Эти лекарства поддерживают на оптимальном уровне работу сердечно-сосудистой системы. По словам врачей, постоянная медикаментозная поддержка позволяет взять заболевание под контроль и снизить риск прогрессирования. Вероятность повторного инфаркта снижается в пять раз, а преждевременной смерти в два раза. На сегодня более 9 тысяч югорчан получают назначенные препараты бесплатно. Югорские фермеры нашли нестандартный подход к расширению рынка сбыта. Так, аграрии села Большитархово общаются со своими покупателями в мессенджере. Они создали в Вайбере группу, где принимают заказы на свою продукцию. Свежий творог, молоко, сметану, кефир и другие молочные продукты фермеры привозят в специальный холодильник. Уникальность идеи еще и в том, что часто сельские жители забирают свой заказ в условиях самообслуживания. Рассчитаться за товар можно любым удобным способом. Оплатить через терминал, отправить банковский перевод или просто оставить наличку на холодильнике. Вот такой вот магазин на доверии. Очень удобно. Вы знаете, можно заказать продукцию практически в любое время. Если там, как только список у нас появляется продукции на завтрашний день, то мы сразу же, не обязательно сразу же, можно в 7 часов вечера, в 8, иногда забываешь, можно и в 10 часов вечера написать. Это очень удобно. Никогда такого не было, чтобы кто-то обманул или что-то взял другую продукцию. Никогда. Абсолютно стопроцентное доверие. Нулевой налог на прибыль установило российское правительство для муниципальных клубов, домов и дворцов культуры. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. Ранее нулевую ставку по налогу на прибыль ввели для региональных музеев, театров и библиотек. Сейчас льгота будет распространяться на проведение различных занятий, лекций, творческих лабораторий, экскурсий, концертов, фестивалей, конкурсов, кинопоказов. Кроме того, она пойдет на научно-исследовательскую деятельность, на организацию детского отдыха, а также выездные культурные мероприятия для инвалидов, сирот и пожилых граждан. Решение будет действовать, начиная с налогового периода 2022 года. Оно позволит увеличить долю собственных средств муниципальных учреждений культуры и направлять их на повышение оплаты труда сотрудников и проведение дополнительных социально значимых мероприятий. Как замечать кино в обычной жизни? Об этом узнают гости фестиваля любительского кино «Земляки». Лекции о документальных фильмах пройдут в Государственной библиотеке Югры. С 26 по 27 августа там наградят участников конкурса среди кинематографистов-любителей. Кроме того, гости фестиваля смогут посмотреть презентацию киноальмонаха «Были», посетить авторскую встречу с режиссером Ольгой Корниенко и «Квартирник». Добавлю, проект проходит при поддержке гранта губернатора Югры. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале Югра.